Всем привет! В общем, сегодня мы выехали из Чехии и поехали во Вроцлав. По дороге мы решили заехать в замок, который называется Замок Личков. Он находится на границе с Германией. Но оказалось, что в этом замке проходят конференции, он открыт только для конференции, он как гостиница сейчас. И для публики он закрыт, поэтому мы едем дальше во Вроцлав и поищем что-то недалеко от Вроцлава. Сейчас тут мы остановились по дороге. Смотрите, какой лес тут. Вот такой лес. Березки, сосны. Давайте спустимся, пройдемся немного. Здесь какая-то тропа идет. Видите? Да, пар изо рта идет. Сегодня должен был снег быть, но мы его никак не дождемся. Никак не получается дождаться. Ну ладно, поехали дальше. Блин, холодно стоять. Короче, поищем по карте, куда заехать. Около Вроцлава. Потому что у нас еще есть два часа в запасе перед тем, как мы сдадим машину. Сейчас 12 дней, машину мы сдаем в 4, а ехать до Вроцлава около 2 часа. Надеюсь, что-то найдем. Но если нет, то просто пообедаем. Да будем уже продолжать по ярмарке в Вроцлавской будет. Короче, скоро увидимся. Так, ребята, в общем, мы приехали в замок, который тоже оказался гостиницей. Ну, мы хотя бы походим, посмотрим, что тут есть вокруг него. Вот этот замок. Ну, это небольшое шато такое, скорее, чем замок. Да? Что тут написано? Это на польском там написано. Парковка, что-то замок, парк. Замок и парк открыто с 8 до 20. Замок открыт. И парк, нет? Не знаю. Парк. Писано. Так нету, что если замок открыт, то есть замок. У меня написано парк. В общем, в гугле смотрели, прежде чем сюда ехать, ну, по опыту от прошлого замка, что оказалось, гостиницы, на принципе, мы не знали. вот здесь не было написано, что это гостиничный комплекс. Ну, да. Ну, не знаю. Сейчас вот в карте было написано, что это отель. В общем, мы решили погулять вокруг. Смотрите, он действительно стоит на воде, да? Такой отель. Прикольно. Так смотрите, я не знаю, интересно, можно здесь вообще гулять? Люди ходят. Ну, да. Красивый изянук, конечно. Интересно, там сыра в подвалах или нет? То, что он на воде стоит. Весь причем. Да. Красивый, конечно. Так тихо здесь, умиротворенно. Единственное, что сырость. Интересно, сырость какая здесь? То, что он на воде стоит. Как думаешь? Наверное, сырость. Думаю, особенно в недру, конечно, если часть здания в воде. Смотри, какое дерево огромное, старое, видимо. Я не знаю, насколько оно уходит в воду. Замок сам. Насколько оно, как много оно уходит в воду. Я думаю, в смысле комнаты, сами подвалы, ну, да. Помещения, да. Ну, вот окошко какое-то, видите, вон. Где-то на метр выше воды там открыто окно, значит, там есть помещения какие-то. Это замковый сад, видимо. Надо будет почитать потом, что здесь было. Ручеек. Здесь не холодно вроде, да? Так, нормально. Мы уже где-то видели на воде такой, в Чехии вроде, помнишь, про него точнее не были там, но про него считали. Похожее что-то есть. Да, в общем, вот он, этот замок функционирует, как отель сейчас. В наши дни. Интересно зайти на сайт на их, посмотреть, какие там номера, сколько стоит. В такой глуши, конечно, оставаться, это только вот в этом замке и отдыхать. Не знаю. Ехать тут, наверное, по большому счету, да и некуда. Точнее, идти. Ехать-то, конечно, есть куда. Ухаживает. Да, Кузя, говорю, оставаться, если ночевать в этом замке, то только здесь и гулять. Если на машине куда-то ехать. Ну так, типа хочешь замки поставить. Ну не знаю, на вскидку я вот сейчас зашел в интернет, читал про него отзывы и видел там оценку 3. Один чувак написал, что он ожидал больше вот этого замка, ну от интерьера внутри. И получилось так, что он разочаровался. Ну, я, конечно, не считал все комментарии. Может быть, он перевирает немного. Может, он просто такой нудник. Может быть. Там вот какие-то помещения, конюшни, конюшни. Понятно. можно зайти вовнутрь. Не знаю. Пойдем спросим, хочешь. Сейчас вот местная девушка нам сказала, что замок закрыт до понедельника. Наверное, они делают ремонт или еще чего. Ну, что, поедем обедать? Опять голодные, да? Ну да, как всегда у нас что-то не складывается по времени. Вовремя обедать, ужинать. Не знаю, если мы сейчас будем обедать или просто, может, кушаем на заправке где-то, перекусить что-то, сэндвич какой-то. Потом же пойдем в наш любимый ресторан уже в самом Вроцлаве. Да, уже доберемся. Ну да. Тогда уже доберемся туда, пойдем. Уже там мы покушаем хороший стейк. Сейчас по дороге определимся, в общем. еще надо понять, сколько нам ехать до Вроцлава, потому что уже время поджимает немножко, надо машину сдать вовремя. Ну ладно, будем держать в курсе. Ну что же, мы опять во Вроцлаве приехали в гостиницу, только заселились. Наверное, это самая хорошая гостиница, которая у нас была за эти 4 дня. Ну не еле, да. Конечно, снаружи она выглядит не очень. Сейчас покажу. Снаружи она выглядит как... как-то так. Я назвала это просто советую советскую прессу. Да, здесь такие ковры, двери деревянные. Как в Советском Союзе были гостиницы. мне чем-то напомнила гостиницу Космос в Москве. В общем, вот номер. В номере, конечно, намного лучше. В номере здесь диван, который, наверное, раскладывается в кровать. Телевизор. Приличный такой номер. В туалете можно... там можно вообще футбол гонить. Душевая кабинка. Туалет. Большой такой туалет. Вид с окна. Видно город. А в ту сторону если идти через церковь, это к рождественскому рыночку. Скоро мы туда пойдем. К Рождественскому Потому что туда. Разве? Да. Нет, туда в Дагиманганск. Ну, я ошибся в другую сторону. Сейчас бы пошел бы. Что бы делал без жены? Не знаю. Что бы без жены делал? Да. Вот вид с окна салона. В принципе, на ту же улицу мы вот на ней стояли. Сейчас, когда машину задавали, парковки не было. Я включил аварийку. Встал. Вот, заезжали супер. По дороге. Мы показывали вам. Заехали в наш любимый Калфлан. Калфлан, да. Специально сделали это на территории Германии. Потому что нам так показалось, что в Польше и в Чехии ассортимент другой. А нам нужны были именно сыровяленые колбаски. Конечно, в Польше и в Чехии они тоже есть, но мы там намного меньше. Вот. Сейчас покажу, что мы купили. Вообще, мы купили вот такое ассортепечение, но это на подарок. Дальше, значит, мы взяли несколько сортов кабанусов. Такие тоненькие колбаски, сырные, какие-то эти малюсенькие, совсем тоненькие, мягенькие. Мы кушали их уже. Ну, возможно, брали, да, не знаю, если это фирма. Вот такие тоже кабанусы с паприкой. Так, здесь у нас еще кабанусы и вот такие вот тоже. Но вот эти из всех вот наши самые любимые. Вот эта фирма как бы нам очень нравится. Классно, если вы будете в супермаркетах, не знаю, там, где в России это, но в супермаркетах Европы обычно здесь есть. Это приправа для стейков, да? Вот. значит, у нас здесь есть, кстати, ну, на заметку, вот, кто любит готовить, да, я, например, использую, очень люблю в Европе покупать вот такие вот приправы для гуляша особенно. Вот я взяла попробовать разных фирм. Эти фирмы я не знаю обычно в Чехии, я знаю, какие брать, но буду пробовать вот эти. А нет таких в Израиле? У нас нет таких в Израиле, да. У нас есть несколько приправ, но обычно, по-моему, там просто для куриного супа и для горохового, по-моему, выбора, в общем, нет. Вот такую вот грибную взяла. Мы тоже любим очень такие сливочные приправы с грибами. Ну, грибы, конечно, надо будет добавить. Вот. Потом вот это даже не знаю, какое-то что-то здесь написано на немецком, понятия не имею, да, но вот поняла, что какой-то пикантный крем. И вот еще вот такие вот гуляшки, ну, это вот одинаковые. Очень классно, когда зимой, вот, да, я готовлю что-то с мясом, добавляешь, можно как суп сделать, а можно и как подливу. Ну и колбаски, наши любимые колбаски. Выбирали, мы очень любим, чтобы были пожестче такие, чтобы не были мягкими, взяли. Это сыровяленые, да, это не копченые? Это не копченые, копченые мы можем купить у нас в Израиле, а вот вяленые, сыровяленые у нас не продаются. И тем более вот в такой плесени, да, в белой, классная тема вообще, наша любимая. Это вот свининка. Кстати, у нас в Израиле и со свининкой не все так гладко. Вот, потом вот такая вот колбаска какая-то, а это вот прям кафмановская, тоже, да, поросенок нарисовал. Тоже такая? надеюсь, что будет такая, как мы любим. Вот, эта колбаска тоже вот какая-то, естественно, мы ничего, мы на выбор, на ощупь просто выбирали. И ничего не знаю, ничего написано, ничего не понимаю. Вот, белой пленки в данной ситуации, в данный момент, ну, как бы это не плесень, это белая пленка, которую надо снимать, да, но ее не едят, потому что такую белую плесень с ней вместе едят, потому что она в натуральной оболочке. Тоже очень жесткая, думаю, что будет такая, как надо. вот здесь у нас еще вот такая вот колбаска, что-то там с экстра, Испания, это даже испанская, видишь? Испанская какая-то салчиха, салчича. Тоже довольно такая жесткая, должна быть вкусненькая, мы любим такое, чтобы прям погротить было. Как-то Андрей привез, по-моему, откуда-то с Испании, как раз-таки, колбасу, мы вообще, невозможно было порезать ножом. Мы ищем теперь в поисках еще такой колбаски. Это, кстати, тоже Иберику, это испанская. Ну вот испанская, ну вот это тоже довольно жесткая, но нет, ну это мягковатая такая немного. Ну ничего, тоже свинка, сто процентов написано. Вот, короче, много набрали, естественно, сразу все мы съедаем, режем пополам, оставляем одни половинки для еды, как бы, да, на данный момент, ну, когда домой прилетим, естественно, остальное замораживаем. Потом, когда нам надо, при случае достаем, размораживаем, даже размораживать не надо, в принципе, можно уже сразу, достав из морозильника, начинать резать и режем, как бы, то есть, хватает надолго. Да, на вкус оно такое же, сколько нам это все стоило? Давай посмотрим. И на вкус, да, на вкус после заморозки не меняется совершенно. Все это нам стоило, вот, ну, 35 евро. 35 евро, да. Сколько это? В шекелях, наверное, сейчас по 3, в шекелях где-то 110, 120. То есть, у нас, я не представляю, сколько бы это стоит. Ну, у нас, например, на 100 шекелей можно пойти, например, ну, так, образно я скажу, пойти в русский килограмм, купить пачку пельменей, купить 200 грамм. В русский магазин. А, я же сказала. В русский килограмм. В русский магазин. Купить пачку пельменей, купить, давайте, чтобы так больше, ну, меньше считать, две пачки пельменей, скажем, это уже будет 50 шекелей. Купить, например, 300 грамм колбасы, ну, и останется где-то примерно еще на сметану, и, ну, может быть, еще на 200 грамм сыра. Да, колбаса такая обычно в Израиле стоит, такая, она очень дорогая, чтобы они вообще, она продается в некоторых местах, и она стоит там 300 шекелей килограмм, да. Да, что там 80 евро килограмм. То есть, с покупками мы довольны. Теперь главное, чтобы все это у нас уместилось в чемодан, потому что чемодан у нас один на двоих, а вещи в нем зимние, зимние одежды, естественно, занимает много вещей, хоть мы многое не брали. Ну вот, сейчас пойдем гулять дальше, ну, у нас осталось сегодня и завтра, ночью уже мы потом улетаем, нам уже надо будет ехать в аэропорт, поэтому мы сегодня гуляем, завтра у нас такой облегченный день, потом мы немножко отдыхаем перед, ну, перед аэропортом, аэропортом. Ну вот, мы вышли в город на рождественскую ярмарку, ночью она, конечно, вообще превращается в сказочную, такое, да? Да, ярко, весело, задорно, все красиво, фонарики мои любимые, фонарики. Да, мы решили. Я, наверное, уже это, столько раз произнесла эту фразу, что как я люблю фонарики. Вау, смотри, елочки нарядные. А вот там, да, да, сейчас давай карету пропустим. Запах сразу, такой запах дров куженых, паленых. Карета. Глинзейна. Вон там горит какой-то, сейчас сделаем круг по ярмарке, по ночной. Пройдем. Смотри, там горит обогревожная ледка. Да, вау, и там, что себе? Оттуда пахнет дымом, да? Огонь, да, наверное. Да, там прям дрова горят. конечно, если посидишь тут, потом пропахнешь, но ничего. Пропахнешь дымом, он так долго выветривает. До следующей поездки за год-то выветриться. Ну, да. Но нам лететь просто в самолете в закрытом пространстве. Ага. Наша одежда будет пахнуть дымом. Да, она уже и так, я утром встаю иногда после ярмарки. Нюхаю свитер свой, блин, дымом пахнет. Ну, мне кажется, там тяжело долго сидеть, потому что все равно дымно сильно, дров идет, много дыма. Клубаски, шашлычки. Слушайте, они тут, вот видите, хлеб, покажи хлеб. Где? Вот. А, да, огромный хлеб. Они вот делают из этого хлеба вот такие полуметровые бутерброды. Туда на бутерброд можно положить там колбасы, жареные лук, там вот разные наполнители такие. Красота, да? Колбаски нам еще нужно купить, завтра, да, уже? Да, завтра купим. Ну, вернее, колбаски мы уже купили, мы хотим сушеное, для такого сушеного вяленого мяса какое-то купить. Да, как джерки, биф джерки. На одном прилавке, видели, нам дали попробовать, очень вкусные были, хотим купить немного домой, но, правда, не очень дешево, конечно, блин, мы не так часто бываем. Вот это, проще, пияльные, пияльные, это такие здесь заведения, которые открыты 24 часа в сутки, там дешевое пиво, дешевые водки, дешевые напитки. И стены тупо обклеены газетой, то есть интерьер там совсем не замороченный. очень простой. Ну, и еды там практически нету, там закуски одни в основном. Ну, если ты приехал во Врослав в 4 утра, а твоя гостиница с полудня, то можно там поспать. Ну, вообще, там цены очень демократичные, поэтому, если действительно вам нужно сэкономить и вы не ищите изысков, то вполне можно так посидеть, перекусить, попить что-то. Ой, какие елочные игрушки, гномики, пластерики, гномики, бородачи. Красивые гномики. Ой, вот этот хладшин, ракол, дай гулки, на спиотеле, просто с каждым контентом. Спасибо. Ого, огромный, стоит 200, 200 злотых. 200 злотых. Это сколько примерно? 70 евро? Ну, это даже дорого для Израиля. Ну, наверное, возможно, конечно, ручная работа, поэтому у него такая цена. Но, дорого. Это наша главная площадь. Моя. Наша, Вросовская. Уже. Которая стоит елка. Которая горит. А это фонтан, кстати, вот летом он работает как фонтан. Ну, да, он даже как-то вот называется, что-то, я не помню. Это штука? Да. Прикольно тоже украсили этими гирлянды. Ну, да, получается, как такой лабиринт для детей. О, что-то у нас в сцене есть, я слышу какую-то музыку. О, у нас же еще билетики на паровоз. точно, на паровозе. Не на паровозе, на карусель. Надо не забыть, блин, мы купили билетики на карусель и никак не покатались на ней. потому что каруселька детская и мы все время хотим сделать это попозже, когда уже, ну, просто, почему мы купили билетики на эту карусель, потому что мы как-то, ну, поздно гуляли и уже детей там было мало и тупо катались, короче, взрослые. Вот, и мы купили билетики, но в тот день не поехали. Вот теперь ждем опять случая, когда нам забраться туда, чтобы было не так стыдно. О, там какие-то пешки, не было не так, если, но дина дина, дина дина, на арбью седу, Дячина, метлеем, метлеем. Хеи! Буми осьо в паре с дужом, пришло, бем, пришло, бем, гудшом, гудшом, в деликатной особе, осьо бем. Эй, же, и нодинадина, на арбью седу, Дети на Бетлее, Бетлее. Хей же, иноды на дына, на локусе. Дети на Бетлее. Ёлочка. Ну, та самая карусель детская. Да, вот на этой карусели у нас есть билет. Нужно его использовать. Очередь большая. О, ладно. Нам еще уже 8-6. Ну, вроде небольшая. Вроде очереди так и нет. Давай сходим. У тебя билет с собой? Да, должно быть. Ехали. Покатаемся, пойдем поужинаем. Музыка. 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 Продолжение следует...